Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте! В рамках межрегионального культурного сотрудничества Арктический государственный институт культуры и искусства пригласил гостей из республик Тыва и Алтай. Гостя в нашей студии Айана Шинджина, заслуженная артистка Российской Федерации, кандидат искусствоведения. Айана Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в Якутии. Спасибо! Как состоялся ваш приезд в Якутск? По какому поводу вас пригласили? Расскажите об этом. Меня пригласили сюда для постановки, для работы со студентами, артистами, преподавателями. То есть в этой поездке сразу две деятельности. То есть это работа со студентами над постановкой спектакля. И вторая ветвь деятельности – это работа с артистами, то есть мастер-класс по алтайскому танцу, курсы повышения квалификации. Расскажите о вашем театре. Хочется узнать историю и творчество. Чем знаменит ваш театр? Вы знаете, бытовало мнение, что алтайцы – народ не танцующий. И нам всем известно, что существует понятие танцевальный бренд. И каждый народ, естественно, его имеет. Ну, предположим, в Калмыкии танцуют чичердык, на Кавказе танцуют резгинку, в Греции танцуют сертаки и так далее. У каждого народа есть свой танец. Поэтому этим вопросом я заинтересовалась очень многие лета давно, занималась исследовательской работой, находила источники изучения танцевальной культуры алтайцев. Конечно же, нашла их на скальной живописи, прежде всего, в алтайском героическом эпосе, искусстве шаманов, настракаев и прочем. И спустя некоторое время мне посчастливилось все-таки создать, реконструировать сначала традиционный алтайский танец, а затем создать модель алтайского танца и школу алтайского танца, теории, методику, преподавания. Закончив балетное училище, хореографическое училище, получив образование артистки балета, вот есть такой маленький нюанс. Вы знаете, когда 8 лет отучилась в балетном училище, как ни странно, у меня было государственное направление, это 1988 год, меня отправляли по направлению, раньше, помните, так было, меня отправляли артисткой балета работать в Якутский театр оперы балета. Ну, поскольку я уже, несмотря на то, что я еще была совсем юна, отец у меня фольклорист, этнограф, ученый, и он настоящий хайчи, не артист, а настоящий сказитель, то есть эпос рассказывает, записывает до нескольких тысяч строк по памяти. И он на меня очень влиял в детстве, и он сказал, что, ну, да, хорошо, Якутия, да, хорошо, Киргизия, там, или другие регионы. Езжай-ка на родину и создавай алтайский танец здесь. И создавай не просто алтайский танец, не просто нужно его классифицировать, найти, и придать ему какую-то форму, ну, и развивать современное направление алтайского танца, вплоть до крупной формы, до алтайского балета, до эпоса балета. Поэтому уже в те годы меня это волновал очень вопрос. Поэтому вот тогда был такой знак уже Якутский театр оперы балета. Ну, вернулась, создала, создала коллектив Государственный национальный театр танца и песни Алтан. Я его создала как раз в годы студенчества, когда училась в Москве в ГИТИСе, получая образование режиссер хореографии. Мне нужна была, конечно, творческая хореографическая лаборатория, поэтому появился этот коллектив, создавали алтайский танец, и началась балетмейстерская постановочная деятельность. Постановок очень много, коллектив выезжал не только в пределах республики Алтай, но далеко и за ее пределами, в том числе страны Европы. Все позади, конкурсы, фестивали. Коллектив имеет шесть золотых медалей Дельфийских игр, большая золотая медаль конкурса балетмейстеров, международного конкурса, и многое-многое другое. То есть о его истории можно рассказать многое. Наши алтайские танцы, конечно, они, прежде всего, раскрывают традиционное мировоззрение алтайского народа. Они поставлены на основе... Есть категория танцев, которые поставлены на основе алтайского героического эпоса. Есть танцы, поставленные на основе знаком, символов, орнамента, петроглифов и так далее. И вторая встреча у меня с САХА, с культурой якутской, очень была интересная, в 2015 году. В 2015 году наш коллектив пригласили сюда на народный праздник ИСАХ. И мы сюда приехали. Мы здесь были очень долгое время, почти месяц. Мы гастролировали здесь по разным площадкам, мы выступали на различных мероприятиях в рамках этого ИСАХА. Допустим, фестиваль, посвященный культу коня, на фестивале, посвященном культу огня. И мне, как исследователю, это было очень интересно. Я проводила такой сравнительно-сопоставительный анализ, сравнивала наши культуры. Меня это очень увлекало, мне это было очень интересно. И в последующем, когда я заканчивала как раз в те времена свою диссертацию, и я это учла в своей диссертации. Я там провела вот такую аналогию якутского танца и алтайского танца. Алтайского танца, то есть Алтай биде куретянар или тиханыш, и усоухай якутский. Мне это было очень интересно. Мы побывали в городе Нюрба, и вот, в общем, Якутия нам знакома. И вот здесь мне поступает предложение, приглашает меня Маркова Мария Маркеловна. Это доцент кафедры театрального искусства Арктического государственного института. И вот она мне рассказывает о своей идее. В общем-то, это идея ее. А до этого еще был один такой шаг. К нам в республику Алтай на площадке Национального драматического театра имени Павла Васильевича Кучияк ставился алтайский эпос, спектакль в драматическом жанре. Приезжал Андрей Савич Борисов из Якутии. И вместе с ним приехала как раз Мария Маркеловна. Вот почему мы знакомы. И в этой команде, то есть мы втроем, как постановщики, я не говорю о сценографах и художниках, мы поставили алтайский эпос «Маадай-кара» на площадке нашей Алтайской. Спектакль был очень интересный. Мне было очень интересно работать и с Андреем Савичем, и с Марией Маркеловной. Действие разворачивалось сразу на трех площадках нашего театра. Очень интересный большой спектакль. И моя работа там, роль была как блитмейстера, как пластиографа, этнохореолога. Очень интересная работа. Поэтому первый раз это направление, второй раз это у меня гастроли сюда были в 15-м. Третий раз это в 18-м году постановка в составе якутской группы на Алтае. И вот сейчас приезд, четвертая встреча, так скажем, с якутской культурой. Что я хочу сказать. Ставили мы этот эпос. Потом, как блитмейстер, естественно, у меня тоже есть свои постановки, не только танцы, не только сюиты, композиции, театрализации и так далее. Есть опыт работы, постановка алтайского эпос-балета «Канкериде». Ну, поскольку мой отец Кайчи, на будущем году ему исполнится 90 лет, то есть все мое детство было пропитано его образами из эпосов, из различных. Поэтому мне это очень близко. И отец, получая от своих предков эти знания, передает их. И также, видимо, во мне это отразилось, я не стала Кайчи-сказителем, а вот это сказительское искусство во мне выразилось в постановочной деятельности как блитмейстера. И поэтому я сочинила вот этот эпос «Канкериде» и поставила его со своей дочерью, со своим племянником. То есть у нас вся семья, ну, это такая танцевальная диаспора, так скажем, да, династия. Если танцуют, мы поставили вот такой спектакль. Здесь же, что хотела бы отметить, когда я прилетела в первый день и увидела вот этот набросок этого спектакля, песнь «Летящие стрелы», я сразу же сделала для себя, отметила то, что ни в одном театре мира я не видела такого эксперимента, чтобы в одной постановке были соединены три национальные культуры. Тувинская, Якутская и Алтайская. Как можно соединить три эпоса в одном спектакле? То есть был спектакль «Маде-кара», был у меня эпос балет «Канкериде», а здесь один спектакль и три эпоса в одном. Ну, возможно, здесь есть какая-то логика, потому что алтайский героический эпос тюркских народов, он очень близок друг к другу. И в алтайском героическом эпосе в любом всегда главным персонажем является образ богатыря, образ Аллыпа. Мужчина или женщина. Вот в алтайском эпосе, например, часто встречается главная героиня – это женщины как раз. Поэтому основные концепты традиционной культуры, они очень схожи, оказывается. Поэтому, я думаю, наверное, это почти естественно получилось у Марии Маркеловны, как бы ее идея – соединить три народности, три эпоса, вот как бы три единства, так скажем. И, в общем-то, спектакль интересно построен. И, конечно, вот уже находясь второй и третий день, обсуждая ход спектакля, развитие его драматургии, мы некоторые моменты уже как бы коллегиально, да, вот Тувин, Салтайцы вместе с Аха сидим, обсуждаем, и мы некоторые вещи перевернули. Например, которая сцена была в финале, мы теперь сделали, наоборот, начинаем с него. То есть у нас заканчивался спектакль, вы знаете, в алтайском эпосе это точно, и я думаю, что, наверное, и в Якутском, и в Тувинском, когда герои погибают, они же у нас вечно живы, да? Почему? Потому что народ возводит их, возвеличивает. И, в принципе, эпос это и есть ода этому герою, ода жизни, свободе и так далее. Поэтому часто эпос заканчивается, не часто, а зачастую, и, в принципе, вообще эпос заканчивается всегда тем, что богатырь превращается в объект космогонический какой-то, там, в луну, звезду, месяц и так далее. Поэтому эпос Маде-Хара, он заканчивался тем, что вот эти семь богатырей, они поднимались в небо. Небо, созвездие, вот ковш, большая медведица. И когда мы прилетели как раз, и у нас Маде-Хара также заканчивался на алтай, и здесь вот этот спектакль заканчивался вот этой картиной, что поднимались в небо, созвездия, там, свадьбы и всё прочее. И здесь мы предложили поменять, начать, наоборот, созвездия, чтобы зритель сначала не сразу увидел историю, бой и так далее, а сначала зритель, чтобы увидел ничего предвещающего беду, сначала увидел, погрузился в космос, вот в то наше, в архаику, так скажем, да, и в народную сцену, вот звёзды, космос. У Майене, у каждого рода есть такое божество, богиня, отвечающая за жизнь на земле, за рождение детей, за продолжение рода. Поэтому это космос, большая медведица, это небесная мать, у нас называется Умайене, каждый её называет по-своему, она появляется, в принципе, создательница, наверное, создатель жизни, и она появляется, как бы из ковша появляется и вода, и молоко, и, в общем, жизнь, да, начинаются, люди, животные, птицы, вот, сотворение мира, так скажем, вот. Да, род живёт, здравствует, разводит скот, увеличивает, увеличиваются рода, племена, и вот только потом начинается история, дальше уже раскрывать не буду. Да, не будем раскрывать всех секретов. Это история, да, и поэтому очень созвучны наши культуры, и вот я увидела, что они очень хорошо вплетены, и друг другу не мешают, друг другу не противоречат, а наоборот, дополняют, и это вообще здорово. Получилась такая некая антология героического эпоса трёх народов. Анна Ивановна, ну, вам точно удалось нас заинтриговать, как нас, так и наших телезрителей, ну, будем с нетерпением ждать премьеры, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, ну, приходите к нам в гости, будем рады вас видеть снова в Якутии, тем более у вас такие тесные связи с Якутией, ваша судьба буквально связана с Якутией. Да, спасибо большое, всего хорошего. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.